Вообще-то это очень интересная информация, потому что действительно динамическая информация может быть это даже опережает наше познание ядерных реакций То есть мне даже зашелся, зачем нам все это, вот она такая меняющаяся с углом Я не очень понимаю одного, вот есть ядро магния 24, оно у нас эллипсой в статическом состоянии, эллипсой под малыми углами И вдруг при каких-то углах, предположим, да, дейтрон вносит чуть, может быть, больше энергии, оставляет везде Но тем не менее энергии-то дейтронов не такие большие, а поверхность ядра начинает вдруг меняться То есть что это означает, что это идут какие-то коллективные возбуждения поверхности Примаяние взаимодействия последующие, вот я хотела бы физику понять Как раз то, что в модели коллективного возбуждения не очень хорошо описывают тендер ориентации, которая определяет как раз эту поездку Оно и говорит, что тут есть не только коллективные возбуждения, а есть передача инкурса падающего дейтрона относительно небольшого числа дейтронов Это же виртуальная частица, которая сидит Кластерная такая лица тоже, да И вот это вот самое... Ну да, магний это может быть Как вы понимаете, как вы понимаете, альфа частично идут И поэтому вот такая вот передача, небольшому числу дейтронов, она может нести изменение формы Ой, а если показать вам, что на па оболочке делается, там совсем не еще Там, где... Ну, то есть, Станислав, у меня вопрос Давай Я даже два вопроса Давай Как два заклада Да, первый вопрос Это вот здесь показаны картинки по тендерной поляризации, там, когда они сравниваются две различные модели Вот И еще, 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 еще Плохое описание Еще, 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 еще Как не тянет? Нет, так вы назад То есть перефолит... Сначала начали Нет, нет, не сюда Теперь вниз, 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 вниз Так, что начнем Сейчас, 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 сейчас Ну, и важно Еще дальше, еще дальше Нет, ну, вниз Нет, ну, вни части Так что тут Еще, еще, еще Вот это... Вот это там Вот это Да Вот Нет, это тендерной ини Kickstarter isi Сейчас, вот сюда дальше вниз. Оба модели плохо описывают этот параметр. В чем причина такого, может быть, такого описания? Я уже сказала, причина такого описания может быть в том, что здесь не только коллективные модели участвуют в формировании. Ну, я прослушал, значит, все понятно. Вот, второй вопрос. Вот когда сравнение реакции идет, рассеяние диэтронов и альфа-частиц, там несовпадение. Там у альфа-частиц какой-то чистокон идет. Вот если сравнение не по углу провести, а провести по передному импульсу, может быть, будет лучшее согласие между двумя операциями? Думаю, что нет, потому что здесь же у альфа-частиц и у диэтронов одинаковые энергии на нуклон. Поэтому переданный импульс на нуклон, а переданный импульс на нуклон будет одинаковым. Когда надо мерить энергию, нужно посмотреть, должно быть изменение энергии в этом месте, да? Нет, не должно быть изменения энергии. Энергия одна и та же в упадающих частицах. На нуклон. Нет, но у вас дейтон, если он передает им импульс, значит, он передает часть энергии, он будет иметь при каком-то угля меньше энергии? Ну, естественно, он вылетает с меньшей энергии. Ну, и альфа-частица будет вылетать с пропорционально меньшей энергии, но нуклон. Нет, я говорю про полную энергию. Что-что? Про полную энергию. Нет, ну, пожалуйста, у вас летит диэтрон 15 МФ, рассеивается, вылетает под каким-то углом, конечно, с потерей энергии. Так, альфа-частица будет лететь с энергией 30 МФ, будет рассеиваться на тот же угол и на каждый свой нуклон будет терять точно такую же энергию. Полная энергия, потерянная, будет в 4 раза больше, а на каждый нуклон будет так же самое.